Губернатор Андрей Бочаров сегодня провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Португалии в России Марио Годиньо де Матуши. В ходе встречи обсуждали перспективы развития отношений в области экономики, а также вопросы воспитания патриотизма. Так, одно из предложений касалось налаживания тесных побратимских связей между нашим регионом и Португалией. На встрече с волгоградским губернатором посол Португалии признался, что давно мечтал побывать в нашем регионе. Ведь город-герой Сталинград-Волгоград известен во всем мире как символ мужества и воинской доблести. Марио Годиньо поделился впечатлениями от посещения Мамаева кургана и высказал намерение посетить и другие памятные места. Предложение на патриотическую тему, озвученное во время встречи, развивать побратимские связи между Волгоградской областью и Португалией. Волгоград стал инициатором побратимского движения. Это очень-очень важно. Сегодня та земля, которая и настрадалась, и величие, великая земля. Героическая победа, где прошел перелом Великой Отечественной войны, становится площадкой мира, идеолога. С тем, чтобы упрощить наши связи, с оптимизмом смотреть в будущее, я бы предложил рассмотреть возможность организовать связи городов-побратимов между Волгоградом и выбрать один из португальских городов. Как подчеркнул Андрей Бочаров, кроме патриотического направления, Волгоградская область сегодня наращивает потенциал и в сфере экономики. Сейчас наш регион поставляет в Португалию продукты нефтехимии и каустическую соду. Скоро в области начнется реализация проекта по добыче калийных солей, которые будут востребованы во всем мире. Кроме того, отметил губернатор, португальцы могли бы принять финансовое участие в реализации крупных проектов на территории региона. Нас интересует финансовый сектор. Сегодня на территории Волгоградской области будут реализованы ряд крупных инвестиционных проектов в рамках агропромышленного комплекса. У нас есть опыт совместной работы российских и португальских бизнесменов. На территории Волгоградской области зарегистрированы предприятия с участием финансов в Португалии. Мы знаем, у вас очень хороший опыт – это деревообработки. Всех иностранных партнеров регион сегодня приглашает помочь и в подготовке проведения футбольного первенства планеты. Работы много, возводится новый стадион, обновляется инфраструктура, строятся, реконструируются дороги. Опыт Португалии был бы здесь особо ценен. Страна в 2004 году принимала у себя чемпионат Европы по футболу. Кстати, развитие отношений в сфере спорта, экономики и АПК делегация из Португалии также обсудила с органами исполнительной власти региона и местным бизнес-сообществом. Мария Иванченко, телекомпания «Ахтуба».